Медиоптическое обязывающее соглашение с резидентами. Регион берет вместе с филиальными субсидиями подводку всей инфраструктуры, тепло, электричество, без газа. Пока на нефтицей пусть работают. И, собственно, это почти все сервисники, у которых непосредственно клиент через забор, в прямом смысле этого слова, потому что участки сопряжены с Эксоном и Сахалин Эннержа. Ну вот, что у нас на стадиях. Ну, на самом деле, собственно, началось, техника зашла. Мы ездили, смотрели результаты порубочных билетов и считали, сколько уничтожили берез недавно. Ну, в общем, ребята активно занимаются этим. Параллельные процессы это точно надо вести, не только заниматься технической частью площадки, но и непосредственно резидентами, потому что в какой-то момент он опускается, как бы он прям в Железногорске. То есть мы его отпустили, и на момент открытия оказалось, что никому площадка в таком объеме не нужна. Не очень большой парк, но вот пока так. И резиденты, которые уже несколько, причем... Вот эти ребят не отражают. Есть, причем, резиденты с Колотова даже, которые планируют заходить на площадки парка. Тоже в качестве источников технологические компании готовы идти к своей непосредственной заказчику. И второй тоже объект, агропарк. Очень большая была задача у региона сделать продовольственную независимость, потому что Сахалин это регион островной, единственный в России. Туда самолетом, морем, но в общем очень ограниченно и пособенно. Наши огурцы продаются в Хабаровске, между прочим, не только на территории Сахалинского, но и на территории Сахалинского. И в Владивостоке, и в Хабаровске, может быть, Сахалинские курсы, у нас огромные тепличные комплексы, и очень много субсидий и поддержки было мелким фергером. Но и, как всегда, вдруг неожиданно пришло сознание, а где все это им хранить, перерабатывать, хотя бы первичную переработку, упаковку. И все остальное. Был проект «Агропромышленный парк». Причем сначала он был просто агропарк, в процессе обсуждения с потенциальным пользователем появилась вот эта приставка с обслуживающим комплексом. Парк предполагает... Да. Овощехранилище, производственные корпуса и отдельно еще у нас появился на последнем этапе, как вторая очередь, это торгово-выставочный комплекс. Это тоже появилось, наверное, у нас после долгих-долгих рассуждений, так как реально в Южно-Сахалинске нет какого-то большого центра, который бы мог на себя эту функцию забрать. Данный проект тоже производится очередями, как все проекты. В первую очередь уже тоже заэффектировано числое строительство. И есть даже потенциальные предприниматели, которые готовы каждый вот этот вот кусочек этого бизнеса забрать себе, тем самым вернув в инвестиции и придет обратно. Ну, собственно, по услугам. Больше всего, конечно, интересна логистика, потому что сейчас это большой вопрос. Ну, все это тора и все то же самое. Единственное, что у нас интересная история с арендной платой. Если компания является резидентом ТСР, то она, точнее, то она платит полную арендную ставку. Если она не является резидентом, то она платит меньшее количество денег за аренду себе и не по участку. Ну, как-то у них там так организовано. К сожалению, этих нюансов я там глубоко не знаю, кому сильно будет интересный этот вопрос. Мы там с коллегами могу уточнить, завтра ее поделиться. По этому модулю у меня все. Спасибо, Юль. У меня будет несколько вопросов, мне кажется, это важно подсветить. Первое. Вот мы видим красивые здания, оснащение и так далее. Вопрос первый. Механизм. Первое. Оплаты. Да. Ну, источник финансирования, строительство. Кто в управляющей компании выступает там, да, это инфраструктура. Ну, если мы говорим про промпарк в Железногорске, то по-прежнему это является, да. На Сахалине. На Сахалине это корпорация в Сахалинской области. Полностью бюджеты региональные, через корпорацию развития. И плюс сейчас в нефтеглазном парке они отмежевывают участки, где непосредственно сами будут строиться резиденты. То есть, соответственно, компания, корпорация себя берет в историю про подвод инфраструктуры. Бюджет Сахалинской области, к сожалению, позволял это делать активно. Сейчас, по-прежнему, не активно. Нефт и доллары колыхаются. И все это в региональные, опять-таки, поездки. То есть, за счет именно инвестиций. Федеральных денег там не так много, потому что, в отличие от Кресняйского края, Сахалинская область может платить только 21% софинансирования бюджета федерального на любой проект. А у Кресняйского края, по-моему, там что-то 90 или 86. Ну, что-то очень много, в общем. Уточню. То есть, сначала поступает от корпорации некая инициатива. Эта инициатива рассматривается законодательными, утверждается финансирование, которое потом падает, условно, как институту поддержки и муставный капитал. Инициатива только от губернатора. А так все верно. Понятно. Ну, да, потому что дальше корпорация формирует проект из этого, из этой инициативы. Потому что все впечатляет, что деньги, причем немаленькие. Насколько я знаю, аграрный парк посчитали примерно 5,8 миллионов, нефть и газов примерно 3,5 миллиарда, простите. А федеральное софинансирование вы просите по линии инфраструктуры? Да. И для Сахалина оно не очень существенное. Мы можем максимум просить 21% от проекта. Пропорции, то есть 80. 89 регионов. 21 федеральное. Ну, потому что 3 года назад были, это был один из немногих регионов с суперпрофицитным бюджетом, прям суперпрофицитным. Там есть музей одной книги. Ну, такой. А скажите, а не работает история, когда вы, ну, допустим, Якутии, вы предлагаете участок земли, и резидентам говорите, ну, вот у нас есть участок земли, вот это мы строим, условно говоря, сами за наши средства, а вы можете здесь рядышком поселиться и построить. А так и происходит. Мы сейчас туда тянем инфраструктуру все практически и строим небольшое офисное здание для лабораторных, ну, таких вот. А всю остальную инфраструктуру уже непосредственно сами резиденты строят. Я говорю, у нас очень похожая история, только немножко декапазированная на два регионов. Хорошо, спасибо вам. Спасибо большое. И у нас онлайн следующий докладчик. Да, я хочу передать слово Ольге Николаевне Романец. Это генеральный директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области. Я думаю, может быть, меня разубьят, видимо, похожая, наверное, тоже история реализации проектов. Ольга, вы на связи? Сейчас. Да, я здесь коллеги. А можно мы увидим? Вот, отлично. Мы вас видим. Да, слышим и видим. И слышим, и видим, да. Все, отлично, хорошо. Я готова рассказать наш опыт, и очень рада сегодня присутствовать, хотя бы онлайн в Норильске. Не удавалось мне еще побывать в вашем городе. Ну, у меня вот коллеги теперь живут в Норильске. У вас коллектор нового и популярного университета. Наш хороший товарищ. Значит, я расскажу по нашему, про то, как мы ставили в Тюбстральный парк. У нас схожая ситуация в части с Сахалином по софинансированию. Поэтому мы свои Тюбстральный парки делали за счет регионального бюджета. И я считаю, что проект, который у нас первый, случился небольшим университетным парком. Он оказался действительно очень успешным. Это, значит, был наш университетный парк Мопаровский первый проект. Мы его создавали в 2016 году. Это было абсолютно пустое поле с ромашками, на котором полностью с нуля взведена площадка. Он небольшой, 28 литра. И мы довольно быстро его запомнили. Нас, издент, у нас сейчас там находится 3-7 миллиарда рублей в инвестиции. И что важно, наверное, здесь сказать, что на этом примере мы доказали, что вот такая инфраструктура, она абсолютно экономически обоснована и окупаема. Вот этот проект окупился для регионального бюджета за 5 лет из налогов резидентов. Согласитесь, это очень хороший срок для любого бизнес-проекта. Тем более инфраструктурного проекта. Это действительно очень быстрый срок окупаемости. Мы здесь впервые воспользовались федеральной мерной поддержкой. Это постановление 11.19 для возмещения затрат региона на инфраструктуру через налоги резидентов. Очень удобное постановление. Нам оно очень нравится. Оно на первоначальном этапе довольно сложное. Тогика его заполнения. И для того, чтобы включить парк в число тех проектов, которые возмещаются, нужно получить большую работу. Но это абсолютно высокосила. И это очень классный инструмент, который мотивирует все стороны для того, чтобы появлялись хорошие резиденты, которые платят налоги, которые живут, развиваются и хорошо продают свою продукцию. Очень рекомендую именно этот инструмент, потому что есть история с Минетом, где дается аванс на 500 миллионов на строительство парк. Но мне кажется, с точки зрения мотивации, вот 10.19, инфраструктурно, это классная история. У нас из тех резидентов, которые есть 7 лет в эксплуатацию, уже сейчас еще 2 у нас готовятся к воду. Кто-то у нас уже в 2-й день, 4-й, 5-й очереди. Это разные предприятия. У нас изначально не было концепции какой-то моно-отраслевой. И вообще я сейчас, на самом деле, не знаю предпроектов, которые создаются в моно-отраслевой специфике. Это все-таки всегда какая-то история соединения разных газей, разных производств. Например, у нас соседствуют на одной площадке и предприятия нефтегазово-машиностроения, и пищевые предприятия, и производство, допустим, у нас строительных материалов. Но, конечно, все это должно сочетаться с точки зрения классов опасности. Ну, безусловно. У нас это получилось. На нашей компании, могу сказать, точно. Как я говорила, у нас уже поступили в строительство последующих учреждений, наши везде, и мы с ними проживаем сейчас уже в дальнейшие этапы. Здесь стоит сказать, что мы довольно сильно интеллированы в жизнь. Не только по управляющей компанией и стальной партнерам, но и поставляем сервисы. Коллеги уже у меня говорили об этом. Это и технический заказчик, то есть мы помогаем вам быстрее строить объекты. Это и подбор девелоперов, так как профессиональные девелоперы, которые могут построить по заказу компаний их объекты. Эти все вещи мы делаем для наших издов. Есть мостовой парк, он больше, 267,9 век. Вот раньше в области все-таки было принято, наверное, строить большие парки, там тысячи век, а сейчас все меньше и меньше площадь. И вот в стране сейчас 369 парков создаваемых и действующих. И средняя их площадь, она вот примерно равна 150 гектарных, то есть она все уменьшается. Раньше это были там тысячи веков. Сейчас нет никакого смысла. Вот даже наш проект, вот второй, он довольно большой, и сейчас мы только как-то приступаем к его наполнению. Здесь у нас планируется 30 резидентов. Это площадка Гринфилд, но мы туда интегрировали формат Light Industrial. Не знаю, обсуждали или нет сегодня эту тему. Это создание готовых производственных помещений, где есть маленькие такие производственные площадки. То есть вот у нас на фотографии такие два цеха, которые мы сами построили. Каждый по тысяче квадратных метров, и там по 250 квадратных метров остаются помещения для резидентов. Это всегда супер востребовано, супер ликвидно, это как-то вот с квартирами. Наполненные квартиры всегда самые ликвидные в жизни с элементами. Также здесь вот эти площади всегда, всегда очень востребованы. Ни одного дня с момента встреч с вами у нас с вами стояли пустынки. Пусть сказали. Да, меняются резиденты, но это всегда история очень востребована. И вот эта комбинация форматов, я считаю, что таким образом сегодня может развиваться в любой паре, в индустриальный парк в том числе. У нас, что сказать, здесь такого значимого мы сдаем землю за рубль и за пектак с этого года. И даже при этом вот у нас есть участки, которые довольно сложные, они сложны с точки зрения своей диалоги. То есть у нас особенность в этом регионе, у нас там заболоченная местность. И даже, вот знаете, такие участки, расставаясь по рублю, это никакая не гарантия того, что встретился нашим индустриальный парк. Все-таки нужны вложения в его индустрируктуру, нужны только подготовленные защитки. Ни один инвестор никогда не будет заходить на территорию, которая живет обещаниями. Ну и в сфере того, что вы сейчас родите, а мы к вам через около годика что-нибудь там построим сеть подведен. Так тоже уже не работает. Площадка должна быть подготовлена, участки должны быть все подведены, и тогда начинается там жизнь. И никакие другие истории не работают. На наши практики не работают на наши практики. Мы в этом году довольно много инвестируем в завершение инфраструктуры, в том числе в отсыпки участков. Мы сами будем отсыпать в вертикальную тренировку, потому что нам нужно снизить затраты резидентов мы берем на себя, на региональный бюджет. Есть у нас еще парк агроинвестеральный, мы только приступаем к его созданию. Это город Ишин. У нас в городе Ишин располагается довольно крупное уже биотехнологическое производство, переработка зерна. У нас там компания, которая занимается производством лизиза зерна, аминной кислоты. И вот такой биотехнологический пластер развивается в 300 километров от Тюмени. Это такой хозяйственный регион, и это направление мы там тоже планируем поддерживать, развивать уже вокруг вот этого крупного предприятия. Сейчас у нас тоже в стадии реализации, в стадии проектирования пока проекта глубокой переработки дорога. Ну и вообще вот тема, связанная с биотехнологиями, а это большая история, которую мы вошли несколько лет назад, и она очень интересна, очень большой, отличный продукт, который не производится для СМИ-СПО. Наш новый проект это создание промышленного технопарка. мы создали самые большие промышленные технопарки в России. Сейчас мы вошли в этап новый для нас. Мы занимаемся реконструкцией существующей объекта инфраструктуры, которая находится в Тюмени. Это бывший завод. 150 тысяч квадратных метров. Мы много обсуждали видео для себя снести его, построить жилье, что-то еще. Но финально все решения приняты, потому что мы его оставляем, усилия и занимаемся его реконструкцией. Для чего? Для того, чтобы создать те уникальные условия, о которых довольно много говорится. Но вот в таком виде мы, по крайней мере, в прямую аналогов нашей и пытаемся создать это в Тюмени. Вместе с нашими университетами, вместе с нашим нефтегазовым бастером, с компаниями. Вот этот объект. Это суть в том, что здесь мы хотим сделать новую модель операции. Мы сидим на 150 тысяч квадратных метров и производство, и обеспеченные площадки, и производственные вузов, и производственные по городу, и культурную функцию. Мы сделаем такой очень сложный мультифункциональный объект. Для этого мы запустили сейчас архитектурную корпусную конструкцию и заходим, проектированную в этом году. Большой вопрос по дальнейшему увеличению средств на строительство объекта. Здесь мы рассчитываем на инфраструктурно-бюджетные кредиты. Это инструмент федеральный, который в том числе позволяет грансировать и промышленные инфраструктуры регионам. Это кредиты регионам по ставке 3% на срок до 15 лет. Тоже считаем этот инструмент очень хорошим. Он походит с небольшим процентом, и это безусловно заставляет такой проект заранее продумывать его окупаемость и делать как инвестиционным проектом, чтобы он работал и приносил доходы через налоги и управляющих компаний. мы планируем таким образом делать заявку мы подали в Финесской области и ждем положительных решений. Еще мы управляем IT-центром, как только жена у нас небольшая трек, на 14-м метров, там у нас находятся IT-компании и хороший чемпионат у нас получился. Там IT-пооркинг у нас размещен. И вообще мы самый крупный оператор повышенной недвижимости в Финесской области. Всего у нас 2,5 млн. метров под управлением в смерть участков изданий и строений. У нас небольшая компания, нас 30 человек. Тоже, что важно сказать, что мы являемся к смертным обществом. Мы не содержим в судах бюджета, мы не ГТУ, не ГБУ, мы зарабатываем сами. Да, у нас субсидируется затрат на создание инфраструктуры, индустриальных парков, но только в части работы подрядчика. А так мы находимся на рынке, зарабатываем деньги за счет на перчатках. Сейчас у нас создаются два частных индустриальных парков в Тюмени. И это тоже делаем мы. То есть, собственник приходит к нам, мы разрабатываем концепцию, дирамое управление и зарабатываем на этом деньги. Мы выполняем функции технического заказчика для наших президентов. И для проектов не территории индустриальных парков у нас есть ЦРУ, в совершении отдельные сотрудники, которые этим занимаются. Но, в общем, живем абсолютно в такой ситуации, зарабатываем с одной стороны и с другой мы выполняем задачи, которые нам ставят корысты регионов государственной инфраструктуры. По функции технического заказчика на родовом не будет смазываться. Коллеги тоже об этом говорили. Ну, и занимаемся по консалтингам. В этом году также мы разрабатываем проект индустрии парк «Роснодарский край». Сейчас еще работаем с Оренбургом. Так что задач довольно много интересного мы накопили и помогаем коллегам в том, чтобы избежать таких ошибок, которые мы, например, совершали на старте запуску наших проектов. У меня все. Спасибо. Спасибо, коллеги. у меня вопрос к двум спикерам. Юля тоже, потому что не успел этот вопрос задать. Какое чувство возникает? Две разные модели, вроде бы акционерное общество, компания и корпорация развития, но при этом одна корпорация за счет бюджетных денег по сути функционирует с уставным капиталом, а другие работают как корпорация в том числе с функциями такого крутого девелопмента, когда вы берете комплексную задачу и вам удается делать это на коммерческой основе. И в этом плане как бы тут два вопроса. Первый вопрос Юлии и коллегам из Красноярска, потому что тут у меня некие волнения какие возникают, объясню почему. У нас есть действительно региональные тоже на месте корпорации корпорации развития института Сибири, но как мне известно, поправьте меня, что у них форма собственности поменялась с акционерного общества на автономную некоммерческую организацию. Я так понимаю, что этим самым мы схему Сахалина использовать в принципе уже не можем. Правильно я понимаю? Я понимаю, что АО все равно осталось как сущность, формально просто, но реально все функции и вся команда ушла в оно. То есть у нас организация как акционерное общество еще существует? как организатор, как юрлицо, да, вопрос там что там вообще внутри организации происходит? Я сейчас не владею, надо уточнять. Хорошо, но это просто мысли, да, мысли вслух. А вопрос, можно я тоже мысль добавлю? Дальше, вот, может быть, я и не прав, но такая позиция, чем западнее, тем меньше участие государства. Это подошли компаники института. института по масштабам разные, то есть есть института, где у тебя резидент, это Mercedes, это Toyota, да, и там все отлично, а есть Дальний Восток и Север, Арктика, где нужно очень много помогать государству, а государство просто так не владеет, а проектом. Ну, сложно говорить. Я поэтому и спрашиваю в первую очередь вопросы связанных бюджетных на институте. Второй вопрос это кольки поиск, собственно, вот этих вот идей, они исходят ну, вам, как управляющие компании, идеи приносят потенциальные инвесторы, то есть резиденты, или вы их собираете по России. идеи, имеете в виду инвестиционных проектов или идеи создания новых решений? инвестиционные проекты сами спроектированы. Идеи расчетов, не имеют, скажем. в том, в том, касается резидентов, есть компания, очень много внутренних компаний, с которыми мы работаем, которые в Тюменской области, в Большой Тюменской области, в Мау, в Нау. У нас нефтегазовый кластер, ну, большой, наверное, подгенератор разных идей и проектов. Потому что будущие резиденты выходят нефтегазового кластера. Идеи по развитию нашей инфраструктуры, то здесь мы черпаем опыт как раз парков западнее. Вы знаете, что из 369 индустриальных парков практически половина это площадки в Центральном и Федеральном округе. И лишь там около 20 Дальневосточного округа и 30 это в Ульфу находится. Много обмениваемся опытом, ездим по нашей индустрии довольно открытой, как мне кажется, и можно много улучшить у других конец. Если я правильно задевала вашу вопрос, то я так. Спасибо. Ольга, спасибо. Меня уже муро смотрит Антон Михайлович, поэтому мы будем двигаться дальше. Я хотел бы слово предоставить скриптину Актуру Игоревичу, руководителем R&D парка как раз Цветни. Это по-своему очень интересный проект, можно сказать. Это тот случай, когда крупная компания делает для себя площадку для развития неких технологий, решений технических, технологических. и эта история тоже работает на эффективность этой компании. Роман, спасибо. Добрый день уже, мои коллеги. Хотел поделиться опытом, как мы создавали, как мы работаем сегодня в департ компании Красивед Мет. изначально функция R&D в компании существовала, для нас эта функция не новая. Мы по сути занимались эволюционным развитием наших технологий, делали какие-то исследования, разработки, чего-то внедряли. В какой-то момент времени, именно в 2014 году, мы задумались о том, что мы слишком закрыты в себе, наши развития, наши внедрения не базировались на нашем изначально традиционном подходе, традиционной технологии, традиционном процессе исследования. Не создавали чего-то принципиально нового. Поэтому мы основываясь на принципе предыдущих инноваций, привлечения других людей, других команд, которые занимаются исследованиями, разработками в области фенажа драгоценных металлов, в области экологии, в области создания новых продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Задумались о создании такой инфраструктуры. В первую очередь мы ориентировались на потребности наших бизнес-дивизионов. У нас их три основных. нашим дивизионам, дивизион промышленных решений, эволюционных дивизионов.